Байден ведь обещал катастрофические последствия Это настоящая пытка Про Трамп и про реальные проблемы со здоровьем Лучше бы я в гомосексуализме сейчас признался Ему помогли Ему везде мельчатся заговоры Есть ли будущее у Юлии Навальной как политика Завтра Путин подарит ей свой дворец в Геленджике Путин лично поручил Это все бесполезное какое-то говно Это делало рук Запада Путин просто захотел острых ощущений Здравствуйте, товарищи и креативные господа Это Метаметрика И у нас сегодня специальный выпуск по горячим следам Мы сегодня будем обсуждать смерть Алексея Навального И не только с другом нашего канала и проекта Стас Васильев, Стас Айкак просто Естественно, наша аудитория, которая смотрит нас на Ютубе Обязательно подписывайтесь на все ресурсы Стаса Мы их укажем в описании под роликом Мы считаем, что то, что делает Стас, это важно, нужно И поэтому на всех платформах его нужно поддерживать Стас, понятно, что сейчас эта тема номер один Спасибо тебе большое, что ты оперативно согласился ее обсудить Но перед тем, как мы будем обсуждать сам факт Ну и собственно всевозможные интерпретации Кто для тебя Алексей Навальный? Когда ты о нем первый раз узнал? И собственно какой образ был в твоей голове? И менялся ли он на протяжении времени? Правильно, выстроенная драматургия на самом деле Потому что надо об этом на самом деле рассказать Потому что я в свое время был навальнистом Как я в первый раз узнал об Алексея Навальном Я помню просто прекрасно Мне причем было около 16 или 17 лет Я жил тогда в славном городе Красногорске Ну если быть точным в Нахабино Ну там рядом в Красногорске Блин, дурацкая привычка все время заранее пытаться парировать То, что я знаю, что мне напишут в комментариях Плевать В Красногорске и мы едем И там просто ямище огромное И мы на машине И вот мне приятель рассказывает Блин, надо заявку написать Я такой, что, какую заявку? Куда? Он говорит Есть такой типа чувак Алексей Навальный Есть сервис Росяма И это настоящая магия Он типа вот так вот всех этих чиновников И такой грамотный чел И ты пишешь туда заявку И яму заделывают Прости, пожалуйста Ты сейчас продолжишь Я просто забыл Смерть Навального, да, она случилась Но тем не менее Он внесен в список террористов и экстремистов Соответственно, согласно российскому законодательству Я буду периодически об этом напоминать Да И, соответственно, вот тогда я впервые узнал об Алексея Навальном Я пытался стать его волонтером Когда мне было там 17 лет Но там как раз таки с 18 брали Потому что что-то говорили, что, ну, мало ли там что-то с вами будет Да, поэтому несовершеннолетних мы не берем В общем, я и все мое окружение были, скажем так, фанатами Навального А потом у меня понеслась взрослая жизнь Я про Алексея забыл И уже вот взрослая жизнь Радиорынок Вот эти вот все замечательные вещи А потом я про него вспоминаю Уже когда начинаю заниматься Ютубом Потому что он на Ютубе появляется Я тогда был подписан на Инстаграм блогера Вилсуком, который написал пост Мол, так и так Встретился с Алексеем Навальным Дал ему советы по видеоблогу Ведь для многих станет откровением Но именно Вилсуком был консультантом Алексея Навального Тот самый Вилсуком, который был очень оппозиционным Главный техноблогер страны Тоже призывал, да, выходить на митинги Они там с Навальным что-то снимали А потом, уже когда Навального посадили Когда началась война Вилсуком, у него отобрали все госконтракты Потому что это официальное лицо Роскосмоса Это человек, работавший с Роснано Со всеми госструктурами И у меня есть инсайдерская информация А это значит, верить или нет, это на свой страх Но я общался с одним из важных людей В нашей стране Который мне рассказал, что Вилсуком Со своим директором, с лялечкой Вот с этим продюсером Потом пришли и просили прощения За свои оппозиционные высказывания Обещали больше не высказываться Никак негативно про российскую власть И за это им вернули Собственно, обратите внимание Вилсуком один из немногих Кто сейчас и про Навального не высказался уже В период его смерти Тогда Алексей Навальный вернулся И чтобы вы понимали, кто для меня Алексей Навальный Я в 2018 году как раз-таки пик там Он во мне Димон Остальные его работы про чайку Я пошел на ораторские курсы Я оттуда ушел Потому что мы там с преподавательницей поссорились Из-за того, кто лучше, типа, как оратор Я такой, да Путин, да что это вообще Он двух слов, типа, а вот Навальный Как энергичный и прочее Она говорит, ну ты что ты дурак Тебе лет-то сколько, ты что не понимаешь Вот это, вот это А я спорил Я к ней больше не пришел Потому что она была за Путина А ты за Навального? Я за Навального Жестко был И на митинге там я собирался выходить И что только я не собирался делать И поддерживал его жестко Но потом я начал натыкаться На какие-то материалы И я такой, блин А вот эта вот критика Она вроде бы по делу И потом я вижу Я смотрел все прямые трансляции На Алексея Навального И ему там задают вопросы Я такой Как-то он извилисто уходит Ну типа, вы же, Алексей, политик Вроде бы новый формат А значит, вы с критикой Должны работать И то есть я смотрю Того же самого Путина Который на прямой линии Ему задают каверзные вопросы И если вернуться К недавнему интервью NBC Да, тогда его не было Я говорю про последнее Там Путин вообще говорит Вы убийца Владимир Владимирович Как вы прокомментируете Байден? Все считают, что вы убийца И Путин там И на это отвечает Да, да, да Есть несистемная оппозиция Вы сказали о том, что кто-то задержан Кто-то находится в местах лишения свободы Да, это тоже было Вы упоминали некоторые фамилии Да, я о них Да, 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 сейчас скажу Значит, сейчас скажу Сейчас скажу Я не пропущу ни одного вашего вопроса Не беспокойтесь Значит Да, не важно Алексей Навальный его зовут Я задам прямой вопрос Вы приказали его убивать или нет? Значит Конечно, нет У нас нет такой привычки Кого-то убивать Это первое Второе Значит Я хочу вас спросить А вы приказали убить Женщину, которая вошла в Конгресс И которую застрелил полицейский? А вы знаете, что у вас 450 человек арестованы После захода в Конгресс И они пришли И недавно, что украсть там компьютер Они пришли с политическими требованиями 450 человек арестованы Им грозит тюремное заключение Им грозит тюремное заключение От 15 до 25 лет И они пришли с политическими требованиями Разве это не преследование за политические взгляды? То есть жесткое интервью Там и Путина перебивают И сказать ему не дают У них там прям словесные баталии А не какое-то такое интервью Как было с Текером Карлсоном Но не будем об этом Кстати, обзор этого интервью В том числе смотрите на ресурсах Стаса Да, у меня на Бусте есть Но это уж слишком приходить к вам И призывать подписываться на мой Бусте Короче, я вот прям вот На тот момент я прям Алексея фанат И знаешь, в какой момент все изменилось? Когда его дочь завела свой Ютуб-канал Туда пришел маленький мальчик И она так называла Интервью со сторонником Путина Что из того, что ты сейчас сказал на камеру Было правдой? Не знаю Почти ничего Офигеть И они просто сидят Две глупые малолетки И после того, как якобы выключается камера Вот этот парень начинает говорить Ну ты же понимаешь, нас заставляют Я вообще против Путина Я сюда пришел Чуть ли не под дулом пистолета И я такой сразу же вспоминаю Всю эту пропаганду Про злой совок НКВД и прочее Блин, а чем это отличается? Я начал присматриваться К ресурсам Навального И фатальной ошибкой стала Ну фатальной ошибкой для меня Как для сторонника Алексея Навального Стала попытаться Хоть какой-то факт за Алексеем перепроверить Когда ты начинаешь перепроверять Ты такой Подожди Но ведь все не так И вот с этого момента От благоговейного трепета От восхищения Алексеем Я скатился в хейт И собирался даже обзор на него делать Потому что удивительно Как человек может там В 70% своих расследований Говорить правду Но в 30% очень нагло врать И после этого У меня никаких иллюзий Насчет Навального не было Но тем не менее Я считаю, что он великий Именно примерно так же Как Александр Исаевич Солженицын И что бы мы сейчас не начали говорить Что он вор Да, я считаю, что он скорее всего вор Дело Киров-Леса Дело Ефраше И прочее, прочее, прочее Но Обрати внимание При всей своей там честности И том, что она даже не договаривает Российская пропаганда Вся российская пропаганда Проиграла одному Алексею Навальному Неважно С чьей подачи Все это было сделано Он велик Его расследования Сделаны были просто великолепны С медийной точки зрения Фильм от HBO Каким бы глупым И какой бы клюквенной пропагандой Он не был Он собрал Он достиг той цели Там классный монтаж Оно великолепно сделано Ты имеешь ввиду фильм Навальный Собственно, за который Этот, ну, собственно Создатель, режиссер Получил Оскар Он великолепен Потому что ты такой Ну, это же глупость Там, знаешь, там такие перлы Где Алексей Навальный Общается с кем-то Из своих потенциальных избирателей И они такие Алексей, а что будет с войной? Навальный такой Просто, знаешь, как будто Вы с маленьким ребенком Вы хотите платить за войну? Все такие Нет Я прекращу войну Все, знаешь Вы хотите больше никогда не умирать? Да Все Вы больше никогда не умрете Я прекращаю смерть Я отменяю ее Ну, то есть такая идиотская пропаганда Его предвыборная кампания Это абсолютно идиотская пропаганда Но она настолько грамотно выстроена С точки зрения драматургии Она не такая топорная Как наша российская пропаганда Ну, типа Но наша пропаганда, она, понимаешь Она рассчитана, на мой взгляд На интеллектуалов А Навальный, вот он бьет По самому базовому И он интересен И бьет по молодежи С твоего позволения Вот моя история Такая предыстория По поводу того Откуда я узнал Алексея Навального У меня немножко другой заход У тебя история про Росяму В свое время Навальный был активным участником Русских маршей Он Его многие называют Настиком, националистом И так далее Действительно Он достаточно был популярен В правой среде Я первый раз увидел Лицо Алексея Навального Когда он в рекламном ролике В роли дантиста И ты такой Вот этот парень Я за него Я узнал о нем Первый раз Так Рассказывает про влияние Ну, словно там Плохих зубов Кариас и так далее Все видели эти ролики Они великолепны, конечно И вот у меня Вопрос к тебе Смотри Мы То есть образы, да Я не видел этих роликов Образы И, скажем так Восприятие Навального У меня и у тебя В самом начале были разные Да, скажем так Среда была разная При этом Ну, опять же Могу ошибаться Я тоже считаю Что там Внутренняя политика в России В современной России Навального не вычеркнуть оттуда Он, безусловно Актор, безусловно Когда-то объект Когда-то субъект Но, тем не менее Российская политика Без Навального Была бы совершенно другой И представить ее уже нельзя В этом смысле Эволюцию Можешь как раз Рассказать Вот этого изменения В общественном сознании Потому что Сначала был Навальный Исключительно Русъяма Сначала был Навальный Русские марши А потом В какой-то момент Что я заметил Навальный Эхо Москвы Навальный Альбац Навальный Не наблюдал То я могу сказать Так Навальный Очень неумный Чувак Он очень такой Глупый Не эрудированный Но, тем не менее У нас не было Большого количества Разоблачений на него Разборов Каких-то по фактам И прочего Только по одной причине Вся либеральная общественность Была от него в восторге Потому что Навальный Он стал как бы Лидером Вот этого Самого либерального движения По поводу того Почему он с людьми Вот этими Со светлыми лицами Взаимодействовал Да черт его знает Очевидно Что он встречался Есть же фотографии Где он там С людьми Которые организовывали Арабскую весну Всякие другие Цветные революции То есть понятно К чему он стремился К тому Чтобы возглавить В интересах Соединенных Штатов Ну Российскую Федерацию Если это получится То есть он откровенный Либерал За свободные рынки Ну это Хавьер Милей Тот же самый Который сейчас пришел К властям Но это тот же самый Навальный Мог бы быть тем же Самым Хавьером Но в российской Действительности Если бы у нас Не было бы Нашего гаранта Вот Потому что тогда У него я думаю Были бы реальные шансы И я никакой Такой эволюции Честно говоря Ну не замечал Просто у него Росла популярность А по мере роста Медийного веса Все более и более Серьезные люди С ним встречались Это же Каста Ну типа либеральная каста И ты должен обозначить Своё предназначение К ней Либералы Со всего мира Одобряют Навального Они говорят Он классный Посмотрите Как он борется с Путиным Понимаешь Они же рисуют историю Не зря все сейчас Либералы говорят Про Гарри Поттера Путин это реально Волан-де-Морт А Навальный это Гарри Поттер Который Только в реальной жизни Не смог Пережить Собственно говоря И воскресный Для того Чтобы сражаться Из него рисовали Сперва Иисуса То есть вся драматургия Фильма Навальный От HBO Она выставлена так Что его убивают Новичком Он воскресает И возвращается на Голгофу Чтобы его опять распяли То есть это чисто Библейская история И сейчас кстати В либеральной среде И прессе Как раз вот именно Эту аналогию Форсят Возвращаясь опять же К Ну не то чтобы А я это говорил Три года назад Покойный Блестящий журналист Сергей Доренко В свое время Когда его спросили Про Навального Сказал следующее Была тоже у него Такая художественная Метафора Некий Нео Который создан По правилам матрицы Который Работает для того Чтобы эта матрица Ну собственно Та самая система Периодически Избавлялась С каких-то Ненужных элементов Ну и потом Иллюционировала В следующую версию Мы ведь помним Что Навальный Участвовал В выборах Мэра Москвы 2013 года Причем у него Не было Юридической возможности Это сделать Ему помогли Ну по большому счету Единая Россия Там депутаты определенные Поставили свои голоса Поставили свои подписи Можешь вспомнить Тот момент Когда Навальный Из абсолютно системного политика Который работал В интересах системы Пусть и определенных групп Может быть группировок Влияния Потому что все-таки Когда тебя регистрируют На выборах мэра Москвы Это значит Что ты системе Где-то как-то полезен И в общем-то Чем-то угодил В какой момент Он превратился Вот откровенно В человека Который внутри нашей страны Проводит интересы Внешних сил Ты меня выталкиваешь На дорожку скользкую Которую мне честно говоря Не нравится Это дорожка Конспирологических теорий А были ли там интересы А создавала ли Одна из башен Кремля Навального На самом деле В своих интересах И потеряла ли она Хорошо Как возможную версию Давай это обсудим Да слушай Возможная версия Что его вообще Рептилоиды подослали И он собственно говоря Инопланетная сущность Понимаешь Но в любом случае Какие бы процессы не были Кто их не запускал На мой взгляд Намного интереснее Почему они в итоге Все-таки переросли Да В то во что переросли Я считаю Что Навальный как политик Это идеальное отражение Сегодняшнего общества Потому что сегодняшний Обрати внимание Вся история Навального Выборы Москвы Мэра Москвы Второе место Да это все ложь Он на самом деле победил На самом деле Если бы голоса Считались честно Что в 18-м году Не смог отправиться Даже Ну был кандидатом В кандидаты Да он бы Путина На выборах бы смел Да у Путина рейтинг Ненастоящий Хотя сейчас-то выяснилось Что те же самые Либералы считают Что большая часть страны Путина поддерживают Вопрос тогда Что вы нам все это Все годы говорили Понимаешь Я говорю о том Что Навальный Это идеальное отражение Современного Соевого общества Общества поверхностного Поколения тиктока Меня зовут И я классный кекс Видел эти тиктоки Идиотские Где Навальный Там типа с женой Но это же абсолютно Идиотия Он всегда победитель Вот всегда Вот он обиженный Ну если бы Я бы выиграл Да я бы вот это сделал У тебя организация Твоя В БКшной разваливается Но ты при этом Несена в список Запрещенных экстремистских Да но типа вопрос Если ты даже организацию Которая без тебя Превратилась в полнейшее Сборище маргиналов Русофобов И психопатов Которые желают смерти Всему сущему Если ты даже это Организовать не смог Как бы ты смог Организовать страну Есть ли к тебе Какое-то там уважение И Навальный Это бесконечное Нытье Это бесконечная Обиженка Абсолютно такая же Как и все современные Либералы И вот эти вот Обиженные голоса Их больше всего Они больше всего Навального поддерживали Они больше всего Именно репостили И это Знаешь Вот это вот Постоянная склонность К конспирологии За всем кто-то стоит За всем рука Путина Он постоянно Путинский агент Обвинение всех Это же Ну это Закономерный процесс Постепенного Сведения с ума Всего человечества У нас же Посмотри Какая культура Идиотская Я вот просто Только что Даже на гриме сидели Я рассказывал Я начал читать Ну всякие детективы Пятидесятых годов Потому что Все современные Которые я начинаю читать Например Юнисье Или Франко Телье Там проблема Гомосексуалиста От которого парень Ушел к девушке И он там рассуждает Сидит о том Типа ну понимаешь Вот эти вот Соевые проблемы В то время как В мальтийском соколе Взял бабу Которая там Пришла к нему Попыталась подставить Он ее еще в тюрьму посадил И деньги у нее все стырил И ты такой Мужик Убивает Или другая книга Я сейчас читаю Дэна Симмонса Там собственно говоря Чувак просто Главный герой Вначале убивает Мстит за смерть Там собственно Своей подруги И на 11 лет Отъезжает И ты такой Это в первой голове То есть это По заветам Блейка Снайдера Спасите котика И вот это вот первое Что захотели герои сказать Понимаешь Я говорю про то Что все общество Сведено с ума Я немножечко сумбурно Выразился Из-за развала страны С 91 года Полное отсутствие Медицинской помощи Людям больным У которых склонность К шизофрении Биполярные расстройства Эти люди Они как максимально активные Лезут в интернет Я с несколькими такими Сталкивался И понимаю о чем говорю Там они видят Вот этого Вечно обиженного Навального Вот этого знаешь Своеобразного Лидера поколения Инцелов Которому все Вечно плохо Все обстоятельства Вокруг виноваты Путин виноват Победить ему не дали Так он бы победил Он на самом деле лучше Ему помешали И прочее 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 Понимаешь Поэтому Навальный Если бы его не было Его стоило бы выдумать Это идеальный Идеальный кандидат От поколения Абсолютно Психологически И ментально Нездорового Для идиотов Которые не способны Ознакомиться Критикой своего кумира А если и способны Ознакомиться То вообще ее Не воспринимают И при этом Прекрасный Медийщик Великолепный Маркетолог И уж я не знаю Кто там за это отвечал Но когда мы критикуем Современную Россию Мы говорим Путин Да как такое Ну типа подразумевая Россию Точно так же Я говоря Навальный Буду подразумевать Всех этих политтехнологов Ну вот так вот Лично вписавшая себя В историю В любом случае Ну вот подходим Сейчас уже К факту Кончины Навального Перед этим Хочется спросить По поводу Вот этого образа Ты ведь Согласен Что Вот эти технологии Которые там В нашем государстве Кто-то их применяет Через одно место Кто-то вообще Не умеет применять И так далее Они реально работают Реально зомбируют Условно Вот ту социальную группу Которую ты обозначил Это в первую очередь Молодежь Городская Все эти модные ребята И так далее У меня вопрос Зная как работают Эти технологии Почему им пользовался Навальный И так эффективно Почему Его оппоненты Как из власти Так и из другой Оппозиционной среды Не смогли сделать То что смог он Это талант Они не смогут Нет Они не смогут Потому что Это совершенно разные системы Они базируются на разном Понимаешь Те кто являются Патриотами России Даже если они работают В пропаганде Они будут Заниматься пропагандой Именно там Ну условно говоря Материалистической Ну типа Говорить Ребятки Вот заводы И прочее А мы Хипстота Мы не хотим заводы Мы Ну а кто Ты сам-то захочешь Быть программистом Или рабочим Да Там на каком-нибудь Урале Сельхозмаше Ты захочешь быть Именно программистом И тут понимаешь Эта пропаганда Эта идея Она сложна Для понимания Что рано или поздно Вот это вот все Вот то что является Как раз таки надстройкой А не базисом экономическим Оно пропадет Что без вливания Партнеров Американских Да Не будет вот этой вот Твоей сытой Прекрасной жизни Ну и конечно же С этим не хочется мириться Это не плохо И не хорошо В этом никто не виноват Но как бы Спорить с тем Что в российской пропаганде Профессионалов Миллион раз меньше Чем в либеральных Я думаю абсурдно Это очевидно Очевидно абсолютно любому Но не потому что За Россию Только какие-то Маргиналы выступают Потому что Сама по себе Пропаганда Является надстройкой Именно капиталистического мира В социалистической пропаганде Было достаточно Говорить правду Но что толку На гостелерадиофонде Все эти фильмы Про радиосвободу Про НТС И прочее Они лежат до сих пор Будет ли их кто-то смотреть Нет Потому что они не красочные Потому что мы это Не контролируем Потому что Информационка Совершенно другая Поэтому я считаю Что в принципе У российской пропаганды Нет шанса Если конечно Она не начнет делать Все по Скажем так Западным лекалам Но мало тех Кто хочет Все это делать Вот например Я когда с людьми общаюсь Там И все мои предложения Которые я делаю Мол давайте Вот по картинке Так делать Вот так вот делать Собственно они остаются Да мы понимаем Что это было бы круче Но нам вот надо Вот так вот Вот так вот Надо заполнять эфир И прочее Это не говоря о том Что на большинстве Государственных телеканалов Реально одни либералы сидят Которые говорят Да мы все это Нам просто хочется Зарабатывать Ну как бы Мы за деньги здесь У меня семью Мне надо кормить Но я всего этого Не разделяю Не понимаю Вплоть до того Что я с Челом С одним продюсером Мы с ним ездили На Соловки Я там всю просто От начала до конца Начиная со времен Кенона И его длинной телеграммы И заканчивая Всякими поддержками Там Солженицына Белого движения Черносотенцев И прочее И мы едем И единственное Что он потом Мне может сказать После трех дней записи По пять часов Этого материала С моими пояснениями Это Не ну Сталин же Реально убийца был Ну реально же гулаги Я думаю Ну просто Пропади пропадом Возвращаясь Собственно к Навальному Начнем наверное С отравления Потому что Вот его смерть Она безусловно Связана с тем Что он вернулся В Россию Отбывал наказание Находился он В справедливой колонии Полярный волк В Ямалинском Автомном округе Отравление Навального Я честно Не помню дословно Твою позицию Но у тебя тоже была Ну не то чтобы расследование А определенная версия Того Что же это было Кто за этим стоял Кто это инспирировал Причастен ли Кремль Давай обновим Но моя версия Она все таки заключается в том Что слишком много вещей Которые указывают на то Что для того Чтобы выставить его Жертвы путинского режима Отравить его Пыталось певчих Но при этом Есть замечательный Политолог Семен Уралов И мы с ним спорим На эту тему И он очень убедительный Мне как политтехнолог Который во времена Ющенко Работал как раз таки С тем знаменитым Отравлением Тоже помнишь Которое очень похоже Конечно Ющенко Был отравлен Как раз во время Избирательной кампании Да Президент Да Здесь абсолютно Очень такая ситуация Мне Уралов Рассказывает Очень убедительно Что это отработанная Политтехнология Что также собирались Сделать и с Навальным Поэтому я допускаю Что возможно он прав Но почему я склоняюсь К версии того Что хотел его отравить Певчих Чтобы подставить Путина Во-первых С этим самым новичком У нас есть уже Огромное количество Что истории Те же самые Скрипали и прочее Да Есть еще Литвиненко Со своим полонием Где тоже все Как-то не очень однозначно И слишком много вопросов Слишком много вводных Но давайте так Новичком убить не смогли Тогда почему сейчас смогли Почему Навальный не выжил Или почему Если вы утверждаете Что Пригожина тоже убил Путин Почему тогда с Пригожиным И с Уткиным Никакой осечки не вышло Ну можно конечно Опять же удариться В конспирологические теории Что они живы Ну наверное Пригожин с Навальным В Африке сейчас сидят Попивают На фоне Африканских Замечательный лимонад И думают о том Как будут помогать им Против неоколониального Порабощения сражаться Но это все чушь Почему о Марии Певчих Никто не знал Каждый раз Когда ФБК Я не буду каждый раз Уточнить что это Террористическая организация Я буду это делать для тебя Каждый раз Когда ФБК Выпускали нам расследование Какое-нибудь Ну вот из последних Про дочь Путина Ты Может быть для тебя Это сейчас станет откровением Но у Путина есть дочь И она не бедная Прикинь Две дочери Ну Мне кажется Обе не очень нуждаются Да Ну как бы Первое Ну оказалось что они не бедные Представляешь Вот все расследование Ну то есть А что ты должен рассчитывать Что она как бомжиха там живет Или что А то что Путин ее скрывает Хорошо тогда Ты Раз ты это вменяешь вину Путину Если ты будучи Навальным Ставишь себя на один уровень С Путиным Да Что они типа конкуренты И сражаются То почему тогда ты И Марию Певчих Скрывал все это время Почему каждый раз Когда там у нас что-то Выясняется Какое-то имущество Соловьева и Путина Это типа пипец Это расследование Посмотрите как он живет Охренел Президент Одной из самых богатых стран Зарабатывает большие деньги Оказывается Но когда Навальному Задают вопросы По поводу его финансов И многомиллионных биткоинов Он отвечать Оказывается не должен И Певчих До того как его отравили Новичком О ней никто не знал Она оказывается Там работала уже Очень и очень много лет На Навального И занималась Какими-то расследованиями Раз Она очень скрывала Свою личность Они знали только Самые приближенные И она Навального Везде сопровождала Два Если бы не случайность И не камеры в аэропорте Которые засекли Какую-то странную женщину О ней бы никто И не рассказал Даже после отравления Кстати именно тогда Она в публичном пространстве Это появилось Впервые Во время отравления После этого она начала Все нести Четвертое Самое жесткое совпадение Ее отец Связан как раз таки С российской Государственной промышленностью И с разработкой Всех этих ядов Пятое Мария Певчих С самого детства В политике И она ездила На большую двадцатку От России Собственно говоря Она в политической жизни России была Уже очень давно Очень серьезно И можно сказать Что с самого детства То есть на самом деле Мария Певчих Это изначально Российский политель Которая на мой взгляд Была в Англия завербована Ми-6 И это не какие-то сказки Если уж даже С такой шелупонью Как Екатерина Шульман Встречаются представители Британской разведки Я думаю Ты видел этот ролик В том, что они завербовать Могли Марию Певчих Я думаю Тоже никакого вопроса нет Ну и вот И кому сыграло на руку Отравление Навального Кроме того Что все Путина В этом начали обвинять Это огромный скандал Не такой, конечно Сопоставимый По масштабам Как сейчас После его смерти Но тогда же Но на мой взгляд Версия с Марией Певчих Она самая значительная Но второй Я допускаю То, что Действительно У Навального Были проблемы Со здоровьем Хотя потом Вроде бы врачи Ничего не сказали У него эти проблемы Со здоровьем Обострились И все это выставили Как ситуацию с новичком Я объясню Почему я так думаю И почему я вначале Говорил про всю эту Либерду Сойвых ребят И прочее Я тебе объясню Почему Потому что Это все звенья Одной цепи Ничто не происходит Просто так Если он где-то участвовал То, конечно Он победил Потому что Он самый лучший Вы вообще видели Какие у него просмотры Ну а то, что не прошел Но это злая рука Кремля Это вечная обиженность И обида Даже когда Алексей Навальный Оклеветал Алишера Усманова И проиграл ему В суде И все, что требовалось От Навального Это вырезать Момент Он отказался это делать Ну то есть Ты сказал Что человек педофил Боже мой Алишер Усманов Переживая, чтобы Обвинили в преступлении Он в 90-е годы Отсидел, по-моему 6 лет В Узбекистане еще То ли за изнасилование То ли за мошенничество Поэтому Во-первых Алишер Усманов Безусловно Юридически является преступником И был преступником Ты должен В суде Поскольку на тебя подали За клевету Предоставить доказательство Что на самом деле Алишер Усманов Назывался педофилом Каким-то консулом На которого ты ссылаешься То есть там ролик был У Навального Он ссылается на конкретную книгу Конкретного Я не помню, кто это был По-моему, это был Дипломатический сотрудник Не суть важна Память подводит Можно ознакомиться Я помню фактуру саму И короче И потом оказывается Что в книге На которую Навальный ссылается Которую он показывает в кадре Обвиняя Алишера Усманова В этом Этого нет То есть оказывается Он просто выдумал этот факт Или ему кто-то сказал А он не перепроверил И его попросили Просто Либо удалить ролик Либо редактором Ютуба Это вырезать И он отказался На него начинается Новое судебное дело За отказ Исполнения судебного решения Он записывает стрим Где рассказывает Что его кровавый Путинский режим Притесняет Его пытаются убить То есть понимаешь Это на мой взгляд Очевидный Сумасшедший Человек Которому везде Мерещатся заговоры На мой взгляд Психологически нездоровый Ему везде Мерещатся заговоры Знаешь, кто еще такой был? Я же не просто так сравнил С Солженицыным В курсе про отравление Солженицына? Нет Ты не в курсе? Блин Тебе надо подписаться На мой бустик Короче У Солженицына История с отравлением Подписывайтесь на бустик Стаса вместе со мной Один в один Солженицын тоже ездил За ним сотрудники ФСБ Точнее КГБ тогда еще По пятам Его тоже отравили Он тоже потерял сознание Но тоже его откачали врачи Хотя потом там Года путают И прочее Много несостыковок в этом деле Но один в один Навальный Это тот же Солженицын Так же травили Он так же воскрес Он так же бежал Соответственно В другую страну Но единственное Что я надеюсь Вернулся И вот давай теперь С этого момента Я бы не хотел Чтобы Навальный вернулся Так как Солженицын Солженицын вернулся Триумфальным Триумфальным Победителем Так вот вопрос Который очень многие задают Причем задают в том числе И сторонники Навального И всех их Там организаций запрещенных И так далее Если ты Понимаешь Что тебя ждет В России Почему ты все-таки Идешь на этот шаг И опять же Здесь наверное Поле для каких-то Конспирологических версий Но на твой взгляд Потому что Вот само это решение Как ты прав Оно с одной стороны Позволяет заявить о том Что человек просто Понимая все последствия Пошел на Голгофу С другой стороны Есть мнение Что были какие-то гарантии Которые дали Внешние силы Что с Навальным Ничего не случится Просто для справки Навальный по-моему Единственный человек В российском правосудии У которого было две условки И они не трансформировались В уголовное Это же шутка Несажаемый Это же Тесак Еще начинал Кстати Тесак Спросит с него Наконец-то Отправился В тюрьму В том числе Благодаря заявлению Алексея Навального Если кстати вспомнить Их историю Но нет Все-таки с Тесаком Там намного сложнее Потому что Тесак Потом там Раскрыли убийство Я имею ввиду Первый раз Когда были дебаты Те самые Алексей Навальный Написал на него заяву Смотри Навальный и нацизм Я бы сразу хотел разграничить Я не считаю Навального Несмотря на то Что он там Зиги вскидывал И прочее Я считаю Что как и любой политик Он просто Поднялся На популярных В тот момент Настроения Как только Русские марши Перестали быть популярны Навальный Ну не стал Это правда Он ушел оттуда Вот Поэтому я считаю Что это все-таки так Да и он бы не смог С зарубежными Если ты спрашиваешь Про эволюцию Навального Это именно тот момент Потому что правую Такую настолько правую Риторику в те годы Демократические Ну страны типа США И других стран Запада Они бы не стали поддерживать Почему Навальный вернулся Это на самом деле Очень интересная тема Как человек Который делал разбор На фильм HBO Навальный Там есть один Очень интересный момент Навальный там Говорит Ну типа Он же знаешь зачем Ему режиссер задает Типа Что-то будет Когда ты умрешь Дай наставление И Навальный наставление Дает То самое Которое сейчас Как раз таки Активно цитируется В интернете Алексей На случай Если вас арестуют И посадят в тюрьму Или же произойдет Немыслимо И вас убьют Какое напутствие Какое напутствие вы оставите Жителям России Мое напутствие На тот случай Если меня убьют Очень простое Не сдавайтесь Пожалуйста Скажите это по-русски Ну И находятся под гнетом Вот этих вот Чуваков Плохих Лишь потому Что Ну мы не можем Осознать Насколько действительно Мы сильны Все что нужно Для торжества Зла Это бездействие Добрых людей Поэтому Бездействовать не надо И там за кадром Еще в темноте Видно Что Навальный Ну там голос остается А камера выключена И Навальный Певчих говорит Ты понимаешь Он это все делает Спрашивает Чтобы когда меня убьют Когда меня грохнут Типа я вернусь в Россию Чтобы вот это вот все Вставить туда Драматургию и прочее Да нет Пусть спрашивает Сколько угодно Просто Ну я понимаю Что это все В основном Он снимает для фильма Который он выпустит Когда меня грохнут То есть На мой взгляд Они его отправляли Просто на убой Как священную корову Какая разница Кто его убьет ФСБ Или он сам Там Хотя по-моему Тут подходя уже К тому что произошло Сегодня у нас Такая ситуация Что очень повезло Западным партнерам Но тем не менее Тот же понимаешь В чем дело Он ехал На Голгофу Для того чтобы Его там распяли Сам Навальный Я думал Что он думал Что в очередной раз Выйдет сухим из воды Ну то есть Вот он сейчас прилетит Народ Как выйдет Как его все защитят Ведь Любому лидеру мнений А какую же популярность Его фильм про Геленджик А потом еще и про новичок И про его отравление Какой же огромный резонанс Я думал И вот люди Которые становятся популярны Ты иногда начинаешь думать Что раз ты в интернете Популярен То ты в реальной жизни Себя что-то представляешь Что ты сейчас пойдешь На выборы Президента Российской Федерации Что просмотры Конвертируются в голоса В людей на улице Да Ну вот реально И тем более Вспомни сколько ему до этого Удавалось вывести людей Картинка-то была хорошая А теперь-то резонанс Совсем фантазмагорический И ненависть к Путину На тот момент Зашкаливала Все возможные Невозможные пределы Во всяком случае В моем окружении Я это слышал постоянно И ты такой типа Вот я сейчас как приеду Как вернусь Как меня отстоят А может быть И болотная площадь повторится И тогда Путин Точно не выведет Ну и на самом деле Я считаю Что подобный расклад Мог бы быть Если бы еще не началось Если бы Путин Не поступил жестко Ведь посмотри Опять же Это расчет-то неплохой Путин это Интервью Тайкиру Карловсу Давайте договоримся Давайте договариваться Давайте договариваться Первое Навальный думал Если меня сажают А вось меня и выменят На какого-нибудь Виктора Бута Или что-нибудь такое Он же не мог учесть Да и никто не мог учесть Что начнется И тема Навального Станет не такой актуальной И это первый момент Он мог подумать Что во-первых Люди сами выйдут Во-вторых Его могут посадить Но его обменяют И в-третьих Я повторюсь Путин это с точки зрения Экономики Максимально либеральный политик Который максимально За все открыт И даже не национализировал Ничего до последнего Вне зависимости от того Являюсь ли я фанатом Владимира Путина или нет И Навальный такой Ага А может быть и не посадят Ведь он же понимает Что западные партнеры Про меня же сейчас Фильм сняли И если Путин меня посадит Какой это будет удар Но российская власть Байден ведь обещал Катастрофические последствия В 2021 году Да Да И он вот на это рассчитывал Что все За него весь цивилизованный мир И возможно Путин не осмелится Но в итоге Как бы российская власть Осмелилась Посадила Навального И перестала Выполнять отчасти Условия Запада Ну а ты сам подумай Если бы это произошло Году в 2018 Ну не посадили бы Наверное И как вы думаете А почему Навального Все это время не сажали Неужели не знали Что он со западными спецслужбами Встречается и прочее Но все они это понимали Но просто не сажали Потому что собирались Играть в демократию Но по мере осознания Путина Хотя Опять же Я не хочу сказать Что я считаю Владимира Владимировича Глупым каким-то После интервью Такера Карлсона Вот мы поверили Отвели войска от Я в это не верю Я верю Что они на самом деле Не рассчитали силы И не могли продолжать наступление Но поскольку В тот момент поступило Предложение От того же самого Мол отступите Мы будем переговоры вести Путин такой А ну давайте отведем Мы бы все равно отвели Но теперь я если что Смогу сказать Что это они нас попросили Я не верю в глупость Российского руководства Во всяком случае в такую Но Я верю в точный Коммерческий расчет И они действительно Собирались с западом Играться во всю эту демократию Но Вот этот расчет Он оказался неверен Потому что Это переменило все планы А так я думаю Навального Ну могло бы ждать Действительно какое-то освобождение Для меня странно Что его не попытались обменять Ну типа они могли бы На каком-нибудь там Говорилось Но ведь тогда Они автоматически бы признали Факт того Что он является Чуть ли не агентурой Потому что он гражданин России И менять Гражданина России То есть Не гражданина Германии Например Да Америки И так далее На кого-то И что Расписаться в том Что О чем говорит Москва На протяжении всего этого времени Слушай Москва очень много Что говорит И все равно Никто не слушает Про Санжа Москва говорит Про Сноуду Но же вообще все забыли Упоминаний в СМИ Очень мало Хотя казалось бы Какой прецедент Который надо разгонять постоянно Да слушай Плевать Москва не контролирует Вообще никаких Информационных потоков Поэтому все Что Москва не говорит Никто слушать Все равно не будет Ну вот С Такером прорвались Но Алексей сделал подарок И теперь о Такере И интервью Путина Он не состоялся Он не был в масштабах Страны Готовы И прочее Там выходили На самом деле На автобусы Для того чтобы В Москву доехать На работу Да Это правда проблема Но тем не менее Люди находят возможность И пока не будет Такой ситуации Что совсем там Есть нечего Люди не выйдут И вот поэтому У меня вопрос По поводу там Работают ли идеи Всякие Сегодня в принципе Революционные Потому что у нас Из-за ГМО Из-за прочего Всегда будет Что пожрать Так смысл Выходить Если ты рискуешь Из-за этого Ну и самая главная Причина А почему люди Простой народ Должен выходить За Навального Если это Не схожие с ними Это хипсерские ценности У нас же Большинство людей В стране Ну по сути Это обычные рабочие Вот Они даже не в курсе Всех этих Навальный Это же мода Это как раз таки Соевая либерда Они самые громкие И кажется иногда Что их много И других голосов нет Но остальные Просто не проявляют Никак свою позицию Никак об этом не говорят Поэтому я хочу сказать Что многие смотрят Из-за любопытства Вот меня смотрят Люди Многие Они меня просто ненавидят Но смотрят Что я скажу Чтобы в очередной раз Побомбить и ненавидеть То есть так называемый Хейт-вотч Где-то вообще Просто случайные Залетные просмотры И реальная аудитория От тех Которые есть на цифрах В интернете Она отличается Кроме того Все эти годы Мы люди Которые Я не считаю себя Повторюсь миллиардный раз Патриотом Но я пытаюсь разобраться В каждой ситуации Где правда Мы тоже не бездействовали И занимались контрпропагандой Разбирая немалое количество Лжи Алексея Навального Сказать, что он там какой-то Прям совсем плохой Но я хочу сказать Что он просто Ну ничем не отличается От тех, кто сейчас у власти А значит зачем менять Вот если бы социалисты Какие-то здравые У нас появились И настоящие социалисты И захотели бы вывести народ У них бы возможно Это получилось И возможно бы даже За заключение них Люди бы вышли А тут еще вопрос с Навальным Всем было очевидно Что когда он вернется Его посадят Из этого сделали представление Так зачем Но человек сам пошел на Голгоф А почему мы должны идти за ним Условно говоря Теперь переходим Собственно К самому факту Смерти Алексея Навального Мы сейчас Будем тоже обсуждать То, что произошло В формате Не пустя этого слова Спекуляции Потому что На момент съемок Мы еще не знаем Официального Собственно Заключения Но мнение имеем Но мнение имеем Давай я коротко Сейчас нашим зрителям Резюмирую Что в информационном Пространстве происходит Ну естественно Весь западный Либеральный лагерь Сказал о том Что это Путин Лично поручил Сделал так Что Навальный Закончился Никто не верит В том Что это Проблема со здоровьем Либо какой-то Несчастный случай И это сказали Даже лидеры мнений Вот что меня пугает Больше всего В людях Вот это Инфантильного Либерализма Они не хотят Даже типа разбираться Ну то есть Они не хотят Все Виноватый Виновный Есть Уже назначено А как же Справедливость Как же там Правовая система Государственные институты Говорят о том Что нету пока еще Точной причины Нужно разбираться Есть определенный протокол Внутри Федеральной службы Исполнения наказаний Но например Устами Марии Захаровой Мы уже увидели Как она прокомментировала Западную реакцию Что мол Виновный уже назначено То есть Есть некая Ну такая Позиция того Что будем ждать Официальной версии И есть третья Версия Условно Это можно назвать Версия Государственных Около-государственных СМИ Лидеров общественного Мнения Что Эта смерть Первая Невероятно выгодна Западу Потому что она Оттеняет Например интервью Такера Карлсона И Путину Дальше Я продолжу Но она выгодна И Путину Она выгодна Навального ненавидела Столько людей Что теперь за Путину Путину Продолжу Она выгодна Западу Это шутка Если что Извините Будем забывать Что обращение Байдена Которое он сделал Экстренно В связи со смертью Алексея Навального Было Я очень вольно Интерпретирую Примерно такое Дайте денег И больше Пожалуйста Товарищи Республиканцы Из Нижней Палаты Конгресса Что вы делаете Посмотрите Еще одна версия Что Навальный Перестал быть Активом То есть Перестал быть тем На кого можно ставить Через которого Можно проводить Свою политику Ну и соответственно Он был Совершенно не нужен Как живой Объект Или субъект А вот как Сакральная жертва Вокруг которой Можно попытаться В преддверии выборов В очередной раз Поднять волну Негодований Провести какие-то протесты Вполне себе Нормальная история Вот давай Каждую версию Чтобы объективно Для наших зрителей Все это посмотреть Мы с тобой обсудим Итак Первая версия Кремль и Путин Слушай Ну я повторюсь Я вообще не хочу На самом деле Как-то даже Пытаться защищать Кремль Потому что Я три года назад Сказал Когда я разбирал Фильм Навальный Это можно посмотреть Это все в открытом доступе Когда я разбирал Интервью Марии Певчиху Дудя Я там транслировал Одну мысль Если российские Спецслужбы Имеют хотя бы Какие-то адекватные Кадры То у Навального Будет самая лучшая В мире камера Утыканная камерами Уж простите За тавтологию С мягкими стенками И отдельно Будет стоять Люди Которые будут Следить за его здоровьем Это было очевидно Даже мне Быдлу Смитинского радиорынка Но если это не очевидно Было специальным службам Я считаю Российская власть Полностью сама виновата В том Что это произошло Но опять же Коэстетной версии Ну типа Может быть Почему сейчас Если предположить Что Путин Дал этот приказ Я думаю Что может быть Путин просто Захотел острых ощущений Знаешь Вот просто такой Бля Может быть еще Вот если я вот это Сейчас сделаю Они за меня проголосуют После этого еще Или нет Ну знаешь Как секс без презерватива С портовой шлюхой Вот то же самое Убить Навального Ну я не знаю Реально Этому объяснений нет Но просто как-то Черный юмор Но смешно У меня нет Никакого Ни одного Ни единого аргумента Почему Кремлю Была бы выгодна Смерть Навального Сейчас Просто ни одного Нет понимаешь Но защищать Кремль Который сам себя Не хочет защищать Среди по всему Если человека За 300 дней Продержали У меня нет Никакой мотивации Поэтому Первая версия Можно там думать Что угодно Но она Самая маловероятная Я вот так вот считаю Так Если только Путин Реально не захотел Острых ощущений Вторая версия Опять же У нас нет Подтвержденных данных Но в средствах Массовой информации Курсируют Следующие версии Что это могло быть Следствием Тромба Что Тромб оторвался И всякое бывает Ту же версию Опять же Похожую Вбрасывают Опять же Либеральные средства Массовой информации Якобы кому-то Из команды Навального Кто-то сказал Что это просто Внезапная смерть Синдром внезапной смерти Такое тоже бывает Вот Историю Про Тромб И про реальные проблемы Со здоровьем у Навального Пожалуйста Твоя экспертиза Ну у меня Примерно в таком же возрасте Отчим умер От того что у него тоже Оторвался Тромб Но у него правда на фоне Регулярных запоев Алкоголь И малоподвижный образ жизни Поэтому я бы все-таки Склонился к тому Что реально В смерти Навального В первую очередь Виноват тот человек Который его продержал В ШИЗО 300 дней Хотя Я вот эту А откуда информация Что он ШИЗО был Вот именно Да Это же я тебе перед эфиром Сказал Что типа Мне кто-то в комментариях Написал И я задумался А реально Мы же об этом знаем Только от ФБК Но тем не менее Запрещенная организация Включенная спереди И это не отменяет того факта Что власть не ведет Вообще с народом диалог В СИН Ничего не поясняет Просто сухое заявление О смерти Вместо того Чтобы какие-то объяснения Что-то дать Причем дать сразу Они же не могли Не понимать какой поднимется После этого резонанс Ну и соответственно Возникает очень много вопросов Из-за этого Очень много проблем Понимаешь Проблема вообще Российской вертикали власти Что все-всех боятся Но я вот отчасти же Теперь после удаления С Ютуба Ни для кого не секрет Что мне там предложили Всякие Помощь с организацией И прочее В том числе И финансовую поддержку Мы проекты делаем С Институтом развития интернета И вот знаешь Я заметил Что там Любая инициатива Там люди реально боятся Ну то есть Я могу какие-то вещи понять Меня заставляют Иногда вырезать материалы Облагаемые авторским правом И я такой Ну я понимаю Им все-таки с этим разбираться Но иногда какая-то фраза Которая является просто шуткой Но они такие Блин Это может быть так не странно Интерпретировано Либеральной общественностью А раз Стас делает с нами То это и на нас получается Ложиться Ответственность за все это Давай лучше вырежем На всякий случай Я не говорю Что они какие-то плохие Я им наоборот Благодарен Потому что государство В принципе Меня не бросило После удаления с Ютуба Но я просто говорю Про то Как эта система устроена И это совершенно нормально У нас все боятся Какой-то ответственности Ну и поэтому действительно Про ШИЗО возникают вопросы Реально ли его там Держали столько дней Потому что Ну там здоровье даже Там нормального человека У которого Там 30 лет всего лишь За плечами И который там Здоровый спортсмен Оно не выдержит Ну и что говорят же Да Ты сам говорил В ШИЗО вроде как Там полтора часа в день Только можно как-то двигаться А все остальное Это настоящая пытка Поэтому надо узнать Кто делал Было ли это на самом деле Информации слишком много И вот опять же Повторюсь В этом проблема В том что Либеральные источники Они используют Эту информацию Как им угодно Но при этом Если бы там Они поменялись местами И с каким-то Пророссийским чуваком Что-то случилось Всем было бы насрать Ну или вот ты говоришь Байден Гонсала Лира Гонсала Лира Да я про него тоже Что-то всем насрать Ну человек умер в тюрьме Ну то есть Блин Вот на самом деле Что демократические Что так называемые Тоталитарные режимы Они действуют Абсолютно одинаково Абсолютно одинаковыми методами Я даже скажу так Капиталистические И социалистические режимы Действуют одинаковыми методами Да Отличие только Фашистские режимы В которых уже Можно прям вот убивать Да То есть там Все правовые нормы Сразу отсекаются Там можно убивать Уничтожать людей Поэтому они такие реакционные Но в целом Все режимы И российский капитализм Более консервативный И американский капитализм Более прогрессивный Они действуют Абсолютно любыми методами По поводу методов Итак, переходим к третьей версии, опять же, популярной, да, есть везде определенные штрихи, параметры, но в целом это дело рук Запада. Многие, кстати, вот, например, наши коллеги по проекту склоняются к этой версии, причем задают себе вопрос, господи, ну, если уж они дотянулись до северного полярного круга, то, ну, во-первых, у нас действительно в стране проблемы. История про то, что сакральная жертва, про то, что перестал быть активным, ну, собственно, полезным, эффективным и так далее. История про дайте денег, попытаться затмить историю с выборами, вот, пожалуйста, без... Ну, слушай, ухренеть бы денег и так, и так далее, это просто вопрос времени, и потом еще дадут, но теперь-то сто процентов. Я согласен, что эта версия, она, ну, она правда попалась. Прости, пожалуйста, забыл сказать, что это случилось на фоне Мюнхенской конференции по безопасности. Забыла еще жена Навального, да. Об этом тоже чуть-чуть позже поговорим. Да, это тоже очень важный момент, но я считаю, что все это совпадение. Если мы с вами посмотрим одно из последних заявлений Навального, где его спрашивают по поводу тюрьмы, а он говорит, ну, это все равно, что отправиться на три года, типа, там, в космическое путешествие, разве я бы от этого отказался? И в итоге он умирает ровно через, ну, короче, три года после этих слов. Вот практически с разницы в один день. Потому что это, наверное, мистика. Это реально мистика, и в жизни бывают такие совпадения. Ну, просто диву даешься. Я не считаю, что здесь как-то причастны американские спецслужбы, хотя они часто подобным занимались. Они подставляли и испанских, и итальянских, и греческих социалистов, создавая теракты, убивая людей. Мы можем почитать его замечательные операции «Гладио». Это все вещи известные. То есть отчасти похоже на почерк американцев. Но иногда, когда я слышу топот копыт, я все-таки склонен думать, что это лошадь, а не зебра или Ксения Собчак. Потому что, ну, это как-то странно. Это реально натянуто. Да, очень много совпадений. Но они могли бы произойти. Вот если мы посмотрим, вот мы можем как говорить про эти совпадения. Давайте посмотрим, насколько мероприятие Юлию Навальную еще приглашали. Мы просто живем в другом инфополе. Она же там, наверное, по-американским этим ходит постоянно. Дарья Навальная недавно на конференции ТЭД выступала. Ты знаешь об этом? А прикинь, это если бы он в тот день умер, и все-таки именно в тот день, когда Дарья Навальная выступала. Я знаю, что Дарья Навальная невероятно талантлива выиграла грант на обучение в Гарвардском университете. Это тоже, да. Но это уже точно не совпадение. Но опять же, и я бы не назвал это четким замыслом, просто, ну, это знаешь как, то, что ты должен соответствовать определенной повесточке. Все люди, Даня Поперечный, Юрий Дудь, все остальные, которые ходили на шоу как-то... Иноагенты? Нет, Даня Поперечный иноагент. Он в России совершенно приезжает спокойно, выступает, снимает всякое. Он по визе талантов в США. А Поперечный спор не иноагент? Нет. Слушай, да у нас жопа, короче. О чем я говорил? Они все ходили на шоу Навального ради фейма. Причем, знаешь, в чем самый интерес? Я тогда с Поперечным общался, и у меня не было однозначного мнения по Навальным, я начинал только сомневаться. И мне Поперечный тогда в чате говорит, что типа, да Навальный, понятно, что это путинский проект, контролируемая оппозиция. Никто, блядь, из нас не знал. Это Поперечный говорит. Про Навального? Про Навального, да. Ладно, ты меня заставил, я с корены пришлю. И после этого он, соответственно, идет, выступает к нему на канале, и типа там про оппозицию рассказывает, про все такое. Я к чему это говорю? К тому, что это люди, озабоченные исключительно... Это была не личная переписка, это было в общем чате, поэтому я могу предоставить с корены. Он говорил об этом, типа, и поэтому пришел на канал, потому что это ты получаешь либеральную общественность. Эта идея популярная, и ты становишься еще популярнее, ты ассоциируешься как бы с этим и прочее. Поперечный использовал Навального и его шоу для того, чтобы просто аудитория о нем узнала. Как и все. А Алишер Моргенштерн со своими песнями «Навальный, Леха, Э», «Навальный, Леха, У», это же... Он тоже его использовал, он об этом открыто говорил, ну, в ответ на мои претензии. Есть записи, где он говорит, я, да, был на хайпе Навальный, я его для этого использовал. А может тебе, блядь, напомнить, что в то время, в то время, он вам не Димон, просто разъебал интернет. И «Навальный 2018» это был главный мем. Я сенхуй, я хайпился на этом, блядь, конечно, я же хочу хайпиться. У Алишера вообще никаких политических взглядов не было. Но в информационной среде, которая после потери движения «Наши» была полностью просорна, ну, появились вот такие вот взгляды, появились такие индивиды с такими точками зрения. Вот и все. Теперь, возвращаясь к... Да, к тому, с чем он начал. ...юли Навальный, сейчас, опять же... Это просто совпадение, я считаю. Хорошо, ладно, это совпадение. Но реально убийца Навального это тот, кто его отправлял в ШИЗО. Вот я вот так считаю. Вот этого человека надо, да. Но это же вообще же... Если это правда, опять же, повторюсь, потому что вот мы сейчас засомневались, но 300 дней в ШИЗО, такого наказания вообще, это натуральная пытка, реально. Возвращаясь к супруге, которая проживает, насколько я понял, на Западе, с детьми и так далее, сейчас спекулируют ее выступление. Есть такой кусочек, наверное, ты его видел, и наши уважаемые зрители, где я выступаю, собственно, на Мюнхенской конференции по безопасности. Люди, которые занимаются языком тела и жестов, физиогномикой, да, насколько я знаю? Ну, я в нее не верю. Но, тем не менее, говорят о том, что, ну, во-первых, она улыбалась, вольно-невольно я сейчас не беру интерпретировать, и что видно определенное, ну, скажем так, точно не расстройство, может быть, даже чуть ли не облегчение. Как ты считаешь, имеет ли это версия? Нет, вообще глупость какая-то несусветная. Люди могут на шокирующие события реагировать по-разному. Ну, когда у меня, допустим, отчим умер, это было, я в тот момент находился на мероприятии на одном, я просто набухался и начал ржать, как сумасшедший шутить по поводу смерти и прочее. Потому что, ну, я, типа, жена моя всем сразу об этом растрезвонила, ко мне начали люди подходить, соболезнования, а я начал просто отшучиваться, потому что мне в этот момент было хреново, но мне не хотелось этого. Понимаешь? Ну, типа, это все спекуляции, кто как что посмотрел, кто как улыбнулся. Это, знаешь, как то же, чем, раз уж мы говорим про Навального, чем он занимался, когда брал какие-то шутки Путина, отправлял стендаперу, чтобы они на выступлениях эти шутки рассказывали, но при этом никто не смеялся. И вот, посмотрите, Путин оказывается хреновый стендапер. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же. Это просто спекуляция. Какая разница? Люди могут на траву по-разному реагировать. Это, в любом случае, она была шокирована этим событием. Что значит, улыбнулась или не улыбнулась? Если бы заплакала, все бы сказали, что недостаточно она плакала. Ну, короче, физиогномика – это вообще не наука, на мой взгляд. Это идиотия. И, как бы, мне больше нечего сказать. Но это чушь. Это, опять же, из-за разряда конспирологии. У нас есть факт. Если 300 дней ШИЗО – это факт, просто любой, кто сомневается, попробуйте один день вот так вот постоять просто, да, там, посидеть, когда тебе полтора часа в день только разрешено двигаться. И выводы вы сделаете, собственно говоря, сами, что это такое. Но я не исключал бы версию, что могли спецслужбы. Потому что в наше время, помнишь, вот этот вот камень? Все смеялись над тупой русской пропагандой, которую ты… А в итоге, спустя там 10 лет, когда всем уже было пофигу, там, или 8, признали реально, что это камень был, с этим наблюдением британский. Я такой, ни хрена себе, типа, чего? Поэтому я никаких версий не исключаю. Главная версия, на мой взгляд, совпадение и реальные проблемы у Навального со здоровьем из-за ШИЗО. Вторая версия, по вероятности, это все-таки вот это вот конспирологическое тоже по поводу того, что Запад все подстроил. И третья версия, ну, самая невероятная, на мой взгляд, то, что это Путин сделал, но я в нее верю меньше всех, потому что это выстрел в хуй. Ну, типа, еще бы не перед выборами, не после интервью Такеру Карлсу, но сейчас, если бы Навальный не умер, его бы стоило убить Западу. Ну, вот реально. Возвращаясь к, опять же, реакции Запада, вот, достаточно популярный во всем мире музыкант Бона из U2, да, заставил там многотысячный концерт и аудиторию, которая на этом концерте присутствовала, скандировать слово Алексей Навальный. Сейчас лидеры, так называемые лидеры общественного мнения на Западе, актеры, музыканты и так далее, делают эти, не знаю, там, в социальных сетях, постят его фотографии, делают какие-то трибюты. На твой взгляд, это свидетельство о том, что он действительно популярная и значимая фигура на Западе, про которую знают, либо это спланированная проплаченная информационная компания. Да не, ну, очевидно, что он значимая фигура на Западе, ну, правда, ну, типа, что тут говорить. Это как у нас была там «Свобода» Анжели Дэвис, и она стала частью массовой культуры. Ну, и Навальный теперь – это часть массовой культуры и в России, и на Западе, да. Я считаю, что он там реально популярен, и это никаких вопросов не должно вызывать. Слушайте, в фильму от HBO «Оскар» дали Хью Джекман, все остальные агитировали за этот «Оскар». Вот это я верю, что их именно заставили, очевидно сказать. Заставили. Да. То, что все там ставят сейчас, выражают свое, собственно говоря, вот это свое соболезнование, ставят аватарки, ну, классика, когда кто-то там известный какой-то... Помнишь, раньше был актер «Умирай», там все две ленточки лепят и прочее. Но это нормальная абсолютно история. Люди хотят быть причастными к чему-то, вот в какую-то общество объединиться, да, типа, а ты что, траур не держишь, вот ты мразь. Ну, теория травля, опять же. То, что они пытаются друг от друга таким образом и сегрегироваться, и прильнуть к какому-то модному течению. Там, знаешь, парень заходит и видит у какой-нибудь девчонки, которой ему нравится вот эта вот траурная аватарка с Навальным. Для него это повод тоже, он поставит такую аватарку, скажет, зайка там моя. Но я не говорю, что это именно с Навальным так, это всегда работает у людей. Они видят, что там более уважаемое имя, более статусный альфа делают и пытаются им просто подражать. Ну, это такие особенности поведенческой психологии человека. Так что, но при этом он реально имеет значение на Западе, да, я действительно так считаю. И он вписан в культуру. И сейчас, я думаю, месяца не пройдет. У них по-любому уже была заготовлена рыба, выйдет книга с биографии Навального и не одна. Ну, фильм, разумеется, фильм про борьбу с кровавым, тоталитарным, путинским режимом, ну, типа, я думаю, он уже должен выйти. Вот. Я не знаю, сыграет ли Навального или нет. Я бы Путина сделал расистом, Навального не ебал, чтобы он, знаешь, вот прям боролся за это, за права еще и не афроамериканцев. Еще геем, чтобы, оказывается, он и за геев боролся. А Путин, вот он, типа, вообще за все плохое. Вот реально, я думаю, такой фильм должен быть. Возвращаясь к разряду, скажем так, спекуляций, ну, или просто оценочных мнений, суждений, есть ли будущее у Юлии Навальной, как политика, в конце концов, есть двое детей, да, Дарья и Захар. Как ты считаешь, будут ли их пытаться наполнить какой-то политической субъектностью, чтобы использовать как это? Даша уже, конечно, ну, если человек на ТЭД, на конференции ходит и выступает. Но я не думаю, что у нее есть малейший шанс, она слишком, ну, не харизматична и некрасива. Хотя и Навальный не был харизматичным, может быть, с актеркой поработать. Да может, будут пытаться, может быть, нет. Нам, собственно говоря, это уже никакой погоды не сделает. Безусловно, Навальный был лидером российской несистемной оппозиции, неважно либеральной, нелиберальной, самой, наверное, популярной в социальных сетях и не только политик. Но ведь не может, скажем так, эта оппозиция долго находиться без лидера. Вот примерно твое понимание, как ты считаешь, что дальше будет происходить с ней, будут ли пытаться найти нового лидера, какие есть возможные кандидаты на этот пост. В конце концов, есть вот Кац, который активно сейчас работал в избирательной кампании, того же Надежда. В любом случае, твои версии и суждения. Ты последние ролики Кац вообще смотрел? Последние ролики были как раз про смерть Алексея Навального, я смотрел. Ну, а не про смерть Навального? Грешин нет. Кац очень сильно маргинализировался, да? То есть, если раньше все вот эти ребята... Кац и иностранный агент внесен в перечень министры. Если раньше они пытались еще в какую-то объективность играть, то сейчас же он прям откровенно оскорбляет Путина. Ну, то есть, Кац сейчас вообще, я тебе без шуток говорю, не отличается от Владимира Соловьева по риторике. То есть, это риторика, ну, основанная на эмоциях. То есть, он там Путин, Мурло, старый, поехавший хрен. Это слова Каца, дословная цитата. Раньше он такого себе не позволял. Не позволял себе такого раньше. Раньше он пытался позиционировать себя как политик. Кац, Дудь, все остальные превратились окончательно в пропагандистов жестких. Они этого не скрывают. Они этого уже не стесняются. И они не пытаются создать уже видимость объективной журналистики. Они превратились в, ну, настоящих ***, я считаю. То есть, понимаешь, ***, они же чем отличались? Те, кто не является частью вот этой великой арийской германской нации, да, они недостойны жить. Ну, то есть, это унтерменши, их можно уничтожать. Они недостойны ни разговора, ничего. Вот так же они сейчас придерживаются. Только по признаку поддержки или неподдержки Путина. Если ты Путина поддерживаешь, да, причем не обязательно, чтобы ты на самом деле поддерживал его, но если они считают, что ты его поддерживаешь, да, то есть, если ты задаешь неудобные вопросы либеральной пропаганде, все, ты унтерменш, недостойное объяснение, ты можешь быть уничтожен. Именно поэтому люди, которые радовались, я вчера это подмечал со скриншотами, люди, которые радовались смерти Владлена Татарского, убийству, покушения на депутатов, на Захара Прилепина, сейчас пишут, я не верю, что это случилось с Алексеем, какой же мрак. Понимаешь, но это натуральные фашисты. То есть, смерть уберменша, это для них как бы трагедия, а смерть унтерменша, это повод для шуток. Над этим можно пошутить, можно статуэтку кому-нибудь там пошутить, что вручишь, понимаешь? Ну, это, на мой взгляд, откровенно. Поэтому я не думаю, что КАЦ может стать лидером движения. Дудь, вот ты Дудя произнес, паства, просмотры, узнаваемость. Я думаю, Дудь сам не пойдет на это, потому что он понимает, что он глуп, не образован, первые же публичные дебаты, и хотя и Навальным это тоже не мешало, он на них обсирался. Но, тем не менее, нет, Дудь, я думаю, понимает, что он на себя такую роль и не возьмет. Дудь, он ведомый всегда, это человек, у которого, ну, он типичный соевик. У него нет вообще своего мнения, на какой счет, и переубедить его можно абсолютно легко. Я думаю, что он и с нормальными представителями, так скажем, путинской стороны отказывается встречаться, потому что боится, что под весом аргументов ему придется сдаться и признать, что вот эта либеральная шиза, эти шизотеории, которые он транслирует, но они яйца выеденного не стоят. Ксения Собчак, ну, мы прекрасно понимаем, что это человек, которого волнуют только деньги, она сейчас зарабатывает как может, кстати. Но ведь сейчас есть мнение, опять же, что Собчак делают нерукопожатной. История с приговором ее редакции, что там ребята уехали, кто на 7 лет, кто там на 7 с половиной. Слышишь, это уже какой-то гулаг. Мы посадим людей из команды Собчак, чтобы Собчак сделал нерукопожатную. Именно такую версию сама Ксения Собчак, собственно, и на 6 лет. Она же дура. Что это месть ей. Ну, Ксюша, ну она же никогда не была 7-5 во лбу. Слушай, вот недавно я просто, я угораю, я сейчас делаю разбор на Бориса Кагарлицкого. Кагарлицкого отпустили, Собчак приходит к нему на стрим. Это все, потому что Владимир Путин испугался той огласки, которую мы придали. Это прецедент. Мы победили Путина, мы сделали. Через месяц его сажают. Собчак молчит. Кагарлицкого в итоге на 5 лет посадили. Это люди, у которых идеалистические, какие-то идиотские шизотерии. Я объясняю. Я просто знаком лично с людьми, которые во всей этой теме участвовали и знают, что Собчак, ее журналисты, шантажировали, продавали блог на негатив. В своем телеграм-канале. В своем телеграм-канале. Я это знаю. Людей посадили за шантаж, потому что Чемезов не стал как-то здесь долго мусолиться. Сходил заявление, написал, говорит, «Посмотрите, переписки мне предлагают заплатить денег или выльют на меня какую-то плохую информацию». Поэтому она может рассказывать все, что угодно. Я же тебе про это и говорю. Если Навального посадили, это подстава и дело шида белыми нитками. Если рядом с Собчак кто-то сел, то это потому, что ее хотят заткнуть, хотят, чтобы она замолчала. Да ее даже наставным агентом до сих пор не назначили. А, я угадаю. Наверное, она говорит, что это тоже делают для того, чтобы ее дискредитировать. Завтра Путин подарит ей свой дворец в Геленджике, но не потому, что она когда-то сидела у него на коленках, а потому, что ее хотят дискредитировать. Спросишь меня, как Сладыкова-Щердрина, что там с Россией происходит через 30 лет, я скажу, все Путин со Сталином и Лениным продолжают в штаны срать нынешней оппозиции. Все вот так вот оно и продолжается. Это будет бесконечно. Одни путинские агенты кругом, или уже кто там, не знаю, будет правителем, ну, надеюсь, что Владимир... Ладно, это шутки. Но, тем не менее, нет, Собчак оппозицию точно не возглавит, потому что она как бы... Собчак уже не имеет вообще рейтингов. Знаешь, какое у меня откровение постигло? Я недавно начал смотреть просмотры Ксении Собчака, я такой, погодите-ка, у нее в одном ролике минимум три рекламы, но при этом на 10 тысяч лайков, 700 просмотров и меньше тысячи комментариев. Это же невозможная статистика. А потом я понял. Ксения Собчак просто продает дохрена рекламы, накручивает просмотры, чтобы отчитаться за KPI, и на этом делает деньги. Она сидит, зарабатывает бабки, ей вообще на самом деле насрать. Поэтому нет. То есть ее просмотры накручены? Посмотрите, я реально говорю, не, ну на самом деле, в принципе, у нас на Ютубе, во Вконтакте, на Рутубе огромное количество проектов с накрученными просмотрами. Звезды в Африке, как на 800 тысяч просмотров может быть меньше семи комментариев? Семи. Это невозможно. А денег на ботаферму в комментариях не нашлось, что ли, тогда? Ну потому что за этим никто не следит. На проект «Звезды в Африке» или на проект любой государственный, который на Ютубе вещает, выделили бабки. Они накрутили просмотры, за просмотры отчитались, всем насрать. Если завтра их заставят отчитываться за лайки и за комментарии, то да, начнут накручивать. Ну а так, волки целы, овцы сыты. Хорошо, с несистемной оппозицией либерального толка. Они маргинализировались все, они шизы. Может быть, кто-нибудь придет и станет вождем из Левого фронта? Я недословно имею в виду организацию Левого фронта у Дальцова. Да, я понял. А вот, пожалуйста, как ты считаешь, могут ли родиться новые большевики настоящие? Это такой, знаешь, очень сложный вопрос. И я сейчас нарвусь на говно в комментариях. Я постоянно меняю свое мнение по этому вопросу. Ну, подожди, смотри, у нас есть Рудой, у нас есть Семин, у нас есть тот же самый, собственно, Удальцов. Не стеби, по-моему, я уже не говорю про Харитонова кандидатов. Рудой, ну ты говоришь про Навального. Ты доверишься человеку, за которого лично Меланшон Макрону звонил, чтобы его во Францию отправить? Или ты не знаешь эту историю? Нет, я знаю, что он оказался во Франции под протекцией Меланшона. Но что он звонил Макрону, я не знаю. Макрону Меланшон звонил по поводу Рудого, ему дали протекцию во Франции. По его личному. Блядь, у тебя президент страны поручается, но у меня к таким людям точно нет доверия. Ну, типа, Семин, Семин не пойдет в политику, он не собирается ничего делать. Насчет Удальцова, не знаю, не особенно знаком с его идеями. Ну, понимаешь, у людей по большей части какая-то безысходность. И я, честно скажу, я сам не знаю, можно ли в российской политике типа изнутри что-то изменить. Но мне типа говорят, вот Стас тоже иди попробуй что-нибудь сделать. Но мне, допустим, это просто неинтересно. Мне неинтересна политика, это скучно. Вот я хожу даже на заседание общественной палаты, выслушиваю мнение, с которым я не согласен, меня прям триггерит, я злиться начинаю. Но мне это скучно, я бы не смог этим заниматься каждый день, я бы кого-нибудь оскорбил, подрался, меня бы посадили, скорее всего. Вот, поэтому я... Стас политика у тебя как раз очень хорошая. Ну, типа, мне говорят, да, ты там новый Жириновский, но нет, мне интереснее ролики снимать и в каких-то вещах разбираться. Я считаю... Но я склоняюсь скорее к тому, что возможно в российской политике, типа, ну вот что-то делать. Вот реально. Я не могу не задать вопрос. Мы уже находимся в периоде избирательной кампании и была целая огромная массированная история с движением Надеждина, с тем, что он по всей стране собирал подписи, там, тысячи людей в очереди, его интервью Ксении Собчак, например, и так далее. Как тебе феномен Надеждина? Действительно он был кандидатом альтернативным, либо это очередная просто постанова, на самом деле? Я думаю, что это постанова, но в любом случае всем рекомендую зайти на канал Константина Семина, отсортировать ролики по самым старым, и у них там куча дебатов с Надеждином есть. Просто они великолепны. Там Семин называет Надеждина фашистом. Надеждин начинает какую-то чушь просто нести про то, что он там православный коммунист. Мы говорим о противоречиях между коммунизмом и фашизмом, о противоречиях между Советским Союзом и Гитлеровской Германией. И эти противоречия неустранимы. Примирить эти два враждующих лагеря невозможно, потому что, по крайней мере, один из этих лагерей, наша собственная страна, Союз Советских Социалистических Республик, принес на алтарь победы 27 миллионов жизней, о которых забывать мы не имеем права. Поэтому мужественные люди, любившие свою страну, на почве патриотизма, любви к Отечеству, возможно примиряться на небесах и могут. Но примирить идеи, противоположные идеи, человеконенавистническую идею, живодерскую идею, идею социальной справедливости, невозможно по определению. Борис Борисович, вы как считаете? Я нахожусь под впечатлением речи Константина, где как-то в одном ряду оказались и фашисты, и Маннергеи, и приватизаторы 90-х, и нынешняя российская элита. Вот это все ужасные. Гитлер за ними стоит, за всеми и российской элитой, и приватизацией. А есть хорошие люди. Почему? Он правда говорит. И вы среди них тоже. Видите, он так и говорит. Короче, в Надежде, я честно скажу, я бы за него голосовал, если бы его допустили. Потому что мне нравится, чел приходит к Горлицкому, да, инагенту. Борис Юрьевич, я, кстати, всегда считал, что Ленин, ну, это правильно. Я вот вообще, знаете, я на самом деле коммунист, вообще права рабочих, забастовка, вперед, ребята. Приходит к Собчак, где коммунистов ненавижу, я вообще либерал, Ксения Анатольевна. Приходит к третьему, четвертому. Великолепный персонаж. Знаешь, я бы хотел, знаешь, уже я считаю, что президент-шизофреник, это то, к чему мы должны уже прийти наконец-то. Потому что я устал. Вот мы ходим вокруг да около. Россия катится в пропасть уже практически там с развала Советского Союза, но мы никак не можем докатиться. Знаешь, в Японии был такой кандидат, который сказал, господа избиратели, у меня нет никакого плана, кроме уничтожения этой страны. Вот все, вот просто. И Надеждин примерно такой же кандидат. Ну, да нет, ну просто Надеждин смешной, очень классной. Мне даже стрим предлагал, а я дурак, отказался. Мне очень нравится стрим его со всякими инагентами, где он сидит и рассказывает, что вообще, знаешь, Дота 2, ну, мировая игра, мне очень нравится. Лол, КГАМ. Ты не видел этих нарядов? Очень смешно. Там реально сидит. Это такой крин, что он типа с чуваком, у которого интеллект семилетнего, знаменитый стример Хесусова ГН, вот он с ним общается на уровне семилетнего и реально же вывозит. Ну, конечно. Сейчас начнут геймеров ловить, конечно, я думаю. Вы во что играете? В Counter-Strike. И такое тоже, да, бывает, да. Надо играть в Лос-Китане. Смотрите-ка, моим родителям, ну, по месту, где я прописана, у себя там в России, уже три раза приходили. Из ФСБ меня искали за какие-то мои там антивоенные высказывания, да. Я ничего такого прям радикального не говорил, но тем не менее, вот уже приходили. Ну, я об этом и говорю. Страна погружается в такой какой-то средневековье. Вот реально в средневековье. Совсем уже. То есть охота на ведьм, там, запрет ЛГБТ, там, все это. Средневековье классическое такое прям. А вот, смотрите, я согласен, да, я с вами согласен. А вот немного про Навального, вы работали с ним, получается, и вот как вы считаете, его решение вернуться в Россию, зная, что его посадят, это героизм или глупость, по вашему мнению? Я вообще поразился, что он вернулся, я бы не вернулся на его месте. Вы бы не вернулись? Я бы не вернулся. Я вот не знаю, я бы хотел с надеждой побухать в первую очередь. Я бы развязался ради такого. История про Харитонова и Коммунистическую партию Российской Федерации. Сейчас очень многие говорят о том, что настолько инерция прошла вот советского наследия, что некогда действительно мощная политическая сила в лице коммунистов на этих выборах может вообще уже перестать быть даже второй, может быть, даже третий. Вот выбор Харитонова. Как тебе? Я вообще про него ничего не знаю, если честно, не знакомился, типа поэтому не могу ничего сказать, но там от коммунизма-то ничего нет. То есть обычная контролируемая оппозиция, мне кажется, если мы про КПРФ в целом. Слушайте, хотя вот есть там депутат один, я забыл, как его зовут-то, шизофреник такой, Николай, у меня с ним тоже общение было. Бондаренко. Бондаренко, да. Ну, он депутат законодательного собрания, если не ошибаюсь. Слушай, ну, уже его мандаты лишили, что говорит, на мой взгляд, в пользу КПРФ, то есть у них там какие-то чистки интеллектуальные проходят, ну, то есть люди с IQ меньше 50, они хотя бы убираются. Но, конечно, то, что он там долго достаточно был, и то, что у него там бизнесы были, у всех вот в КПРФ, у них у всех бизнесы. На мой взгляд, они сейчас эксплуатируют левую идею, чтобы прийти там к какой-то власти, но менять они, в принципе, ничего не собираются. Да и вообще, я считаю, что все это несущественно. Я вата. Я вот не стесняюсь того, что я за... Может быть, это из-за материалов, над которыми я сейчас работаю, но я тупо в вату превратился. Я считаю, что нет у современного коммуниста никакой задачи, кроме того, чтобы делать все, что делает плохо Соединенным Штатам Америки. Если это плохо для эстеблишмента США, все, ты коммунист. Борешься против неоколониализма, все, я считаю, ты коммунист. То есть это деление на правых, на левых, уже вообще непонятно, кто где и кто есть что. Я считаю, Соединенные Штаты Америки, а именно организация ЦРУ, должна быть упразднена. После этого человечество сможет зажить нормально. Я считаю, что мы... Сталин считал даже, что почему-то он не ставил в Финляндии, в Польшу после Второй мировой войны коммунистические режимы и не присоединял их к Советскому Союзу. У него же была такая воля и возможность. Ему Черчилль предлагал, между прочим. Да потому что Сталин на встрече даже с польскими коммунистами, это речь Евгения Спицына. Он сказал, что вы можете достичь коммунизма демократическим путем. Сейчас времена совершенно другие. Я верю в то, что и технологии нам помогут. Да, я не технократ ни в коем случае, но извините меня. А что есть у нас блокчейн, сделает реально... Я поэтому и не против электронного голосования, пусть оно даже там трижды подделанное, как нам все любят рассказывать, тот же самый Шист Николай Бондаренко. Но рано или поздно мы же сможем внедрить технологию, которую невозможно обмануть, которая никем не будет контролироваться, максимально децентрализованная, типа блокчейна, да? И тогда выборы в любом случае будут честны. И тогда вопрос. Да. Если бы эта технология уже работала сейчас, на твой взгляд, вот честно, да, Путин бы победил? Да, сейчас, да. Ну, в период... Насколько убедительно? Я думаю, процентов... Те самые 80-85? 80-75. Ну, да, ну, это мое, значит, осуждение. Человека, который ни разу в жизни даже не голосовал и голосовать не пойдет, потому что, ну, очевидно, что Путин победит. Ну, типа, он должен это закончить. Если... Да и, в принципе, ну, нет, вот... Это же все такой вот закономерный процесс. У нас молодые люди, они... Да и я тоже особо 90-е какой-то жести не видел. Ну, да, там убивали людей. Ну, да, там несколько знакомых у меня умерли от того, что мне отворили, да. Да, видел я пару раз, там, ну, как грабят, там... Погибали кто-то вот у меня из моих, там, одноклассников в какой-то фигне. Но... Ну, в какой-то там заварушке, знаешь, там, драки район на район и прочее. Я все это застал. Но люди, которые постарше, они, мне кажется, очень, как бы, Путину благодарны, да, вне зависимости от того, какое количество там его заслуг. Но второе чеченское вот событие на Кавказе, то, что он это вывез, да, и вывез как-то достаточно хорошо. Вот все остальные войны, события в Грузии, то, что у нас сейчас не такие девяностые, как были. Ну, мне кажется, что он как бы... И у него авторитет есть для того, чтобы все это закончить и прочее. И мне, честно говоря, насрать. Пусть Путин будет вот до конца своих дней президентом. Реально, мне плевать, кто возглавляет страну. Я, наоборот, вообще считаю, что когда вот есть просто один какой-то человек, да, это как Тим Кук. Мы же не меняем Тим Кука просто потому, что нам не понравился там новый iPhone или Apple Vision Pro. Но вот пусть он сидит, все равно там решают другие люди. Тим Кук просто представляет компанию, а правят этой компанией инженеры, дизайнеры, которые создают продукты. Правильно ведь? Но почему мы к России относимся по-другому? Россия – это такая же госкорпорация, ведь именно так и устроен капитализм. Путин, ну, собственно говоря, есть чуваки, которые свою работу делают. Да, Сео, генеральный директор, он эффективный? Я вообще считаю, что от Сео и Гендира вообще мало чего зависит, типа. Но Путин, да, эффективный, потому что у него есть авторитет, и его там боятся хотя бы. А так смотри, ну вот что мы имеем, когда у нас двухпартийная, допустим, система, как в США? Во-первых, выборы каждый раз – это чертов цирк, потому что ты выбрать можешь… У нас ты можешь выбрать только Путина. У них ты можешь выбрать Байдена или Трампа. Ну, прости, все-таки, мало ли, может, кто-то не знает, на этих выборах еще есть возможность проголосовать за Харитонова, Дованкова от «Новых людей» и Слуцкого от ЛДПР. Слуцкого? Не, ну, может, футбол хотя бы поднимет. Другой Слуцкий. Да я знаю, да. Я люблю это, знаешь, Донцова, Донцова, Пригожин, Пригожин, вот, оба музыканта, но жив только один. Ну, короче, ну, ты понял, типа, ну, честно, вот, может считать меня каким-то неосознанным гражданином, мне вообще, типа, плевать. Но мне не нравится вот этот вот институт лоббирования в США, типа, мы вкладываем кучу миллионов долларов в предвыборную кампанию Обамы, да, и, типа, кучу, ну, Обама просто вспомнил про институт лоббирования, там история интересная в голове вертится, не буду сейчас на ней останавливаться. Вкладываем кучу денег в Трампа, вкладываем кучу денег в Байдена, да, передача, агитация, пропаганда и все это, и эти деньги. А их же можно было бы на дело пустить. Я вообще бы, ну, считаю, я бы как гражданин был бы не проще, если бы вообще выборы отменили, да, и Путина бы просто сразу, все, Владимир Путин там военное положение, он начал войну, пусть он, собственно, и дальше разбирается. А эти бабки, которые сейчас пустят на выборы, это же организация, это куча всего, просто взяли бы, ну, людям помогли. Я бы был даже не против такой инициативы. Потому что это все вот, ну, это все бесполезное какое-то говно. В принципе, как и войны в целом, да, потому что разжечь конфликт, ну, выгодно прежде всего американским корпорациям, которые занимаются разработкой вооружений, получат с этого бабки, которые управляют при этом ЦРУ, чтобы они все эти операции по созданию этих военных конфликтов раздвигали. Человечество, в принципе, неэффективно распоряжается всеми ресурсами. Все вот это говно собрать с выборов, да, собрать все это говно, которое мы тратим на пропаганду, собрать все эти бабки, которые тратятся на рекламу у бесполезных блогеров, все эти бабки, которые тратятся на создание и производство вооружения. Ведь посмотрите, когда было разоружение, да, в целом, все эти договоры, когда там Россия разоружалась, Америка разоружалась, сколько бабок в итоге потратили в науку и на все остальное. Ну, из России утекли, а вот американцы же смогли и в науку потратить, и какой технологический бум был. Это все тоже не просто так, потому что мы нормально распоряжались своими ресурсами. Ну, нет, тратятся на какое-то говно. Войны, какие-то клоуны, какие-то выборы бесконечные. Ну, вообще чушь, если честно. Ну, собственно, я не могу это не спросить, учитывая, что ты упомянул в последнем на предложении слово «клоуны, выборы и чушь». Не только в России состоятся выборы в 2024 году. Все-таки Америка проспонсирует? Весь мир будет наблюдать, в том числе и за схваткой Байдена и скрепчего Трампа. А, я думал, что про выборы в ***? Нет. Их, к сожалению, не будет. Молодая слишком демократия. История про противостояние внутри США, про огромное количество противоречий внутри этого общества и государства. Ну и, в конце концов, Байден или Трамп? Байден, однозначно. Байден. Потому что Путин сказал, что он намного выгоднее нам. Нет, потому что я сейчас занимаюсь темой современного фашизма, и про Трампа узнал много всего, и Трамп действительно, он неадекватен. Если Байден, но это просто чел, который представляет интересы эстеблишмента, как и должен делать президент, то Трампа он может что-нибудь выкинуть. Потому что Трамп, из-за того, что его все называли пророссийским, типа, использовали эту пропаганду против него, он в итоге все санкции против России принял, и Россию... Чтобы доказать, что он не такой. Чтобы доказать, что он не путинский. И сейчас, если Трампа выберут, опять вот эта идиотская история будет. Поэтому я все-таки считаю, что Байден, ну, я надеюсь, что Байден победит. Но я не знаю, не буду ничьи шансы оценивать, потому что выборы в США это цирк, которому, ну, позавидует любая другая страна. Нигде выборы таким вот цирком не являются. Стас, нерадно интересно, мы с тобой побеседовали. В конце все-таки хочется спросить и о личном, да, о каких-то личных моментах. Вот ты, опять же, мне сказал, что совсем недавно у тебя... Бухал, да. ...был такой сложный период жизни. Сейчас модная история про психологов, психотерапевтов и так далее. Да нет, я не... Как ты пытаешься преодолеть сложный период в своей жизни? Да я, слушай, я к наркологу сходил из-за того, что бухал, ну, прям жестко бухал совсем. Мы с ним записались там на консультацию и прочее, но мне, в принципе, было достаточно того, что он мне сказал, что если ты так вот продолжишь, ты умрешь. Я говорю, а если я буду, ну, просто чуть-чуть выпить? Он говорит, ну, вот учитывая твои физиологические и психологические особенности... Ты сдал анализ? Типа, ты не сможешь чуть-чуть выпить, и у тебя все равно все это скатится в запой. Я такой, ну, ладно, купил себе PlayStation и заменил, собственно говоря, выработку дофамина от алкоголя выработкой дофамина от компьютерных игр. А вот была какая-то рефлексия, с чем был связан вот этот стресс и тяга к психологу? Слушай, алкоголь, это физиологическое. Ну, типа, что ни говори, ну, там психологическое, наверное, тоже было, но у меня именно физиологическое. У меня это наследственность, у меня все, в принципе, в роду от алкоголя умирали, поэтому у меня это именно такая генетическая хрень, как говорится, наследственность. А так нет. Ну, ты просто, знаешь, грустно, надо бухнуть и весело становится. Весело, надо бухнуть, чтобы еще веселее становилось. И какой-то хернью интереснее заниматься. У меня просто алкоголь, он, понимаешь, я человек очень мнительный, склонный все осмыслять вокруг, склонный к огромному количеству рефлексии. А алкоголь, он меня превращает в панка. Ну, то есть, все, что я делаю, все, что я произвожу по части контента, все, что я снимаю, режиссирую и пишу, я ненавижу. Мне кажется, это ужасно бездарным говном. Но как только я бухну, я такой, блин, а я хорошая, это талантливая. Типа, спадает важность. И все, это главная, единственная причина, именно психологическая, почему я пил. Ну, еще потому, что мне казалось, что в творчестве я, ну, как бы, плохой пока не выпью. Ну, вот здесь работа с психологом мне, кстати, помогла, но это еще два года назад было. Она мне сказала, что на самом деле я через алкоголь реализую ту энергию, которую мог пустить в творчество. И я понял, что трезвым заниматься творчеством у тебя реально круче выходит. Поэтому, ну, ничего. Слушай, эта история для меня в любом случае не закончена. Рано или поздно сорвусь, там, бухну. Я вот все хочу. С моим уровнем, типа там, пусть это будет громко сказано, но известность, ну, меня реально многие знают. Всякие вот эти программы, типа, 12 шагов, они отпадают. Потому что я бы пошел. Это же целая комьюнити, и там люди некоторые по 30, по 40 лет не пьют. Прикинь, держатся. Я бы чем-то таким бы занялся, но вот, к сожалению... А почему ты не не пьешь? Потому что известность тебе помешает? Ну, заебываю. Это как, знаешь, это почему вот меня там могут подкалывать, что я из себя мажоры строю, но почему я, едя в поезде, выкупаю все купе свое? Потому что вот пару раз было такое, что я ехал с кем-то в купе, меня человек узнавал, это просто, он тебя достанет. Ну, типа, вопросами и прочим. Я не против, я люблю всю аудиторию свою, но ты не чувствуешь себя, ну, как-то, что ты едешь куда-то, что ты отдыхаешь, что ты сам себе предоставлен. И вопросы всякие идиотские. Люди же, они, знаешь, типа, вот тоже в Турции отдыхал, иду, ко мне подходят, о, там Стас, слушай, ну, вот эта херня, которую ты несешь, ну, тебе что, реально Кремль не платит? А я тогда еще на Ютубе был, то есть я с государством тогда еще не работал, и ни одного знакомого. Тогда еще Кремль не платил. Не платил, еще с государством не работал вообще. И, типа, ну, меня поражает бестактность. Ну, ладно, ты задаешь мне такой вопрос, а ты, вот реально, если, допустим, платят, ты рассчитываешь, что я тебе сейчас, вот первому встречному, там, об этом скажу? Ну, просто слишком много вопросов в моей голове, и начинается еще больше рефлексия, осмысление, и я такой, все, нахрен, брат, забей просто. Ну, я правильно понимаю, опять же, и по беседе, и по в целом, сейчас трудный период, ну, преодолен, или, по крайней мере... Мне помогли компьютерные игры. Человек-паук, вот всем рекомендую. Я как засел, вот прям кайф, знаешь? Смотри, моя работа зачастую, она в чем заключается? Я должен всякое отсматривать. То есть, по сути, я смотрю контент. Вот это моя основная работа. Я из него потом нарезаю противоречия людей и прочее. По сути, я вот на скорости 2-3х целыми днями смотрю ролики. А сейчас я просто сижу, играю, слушаю фоном эти ролики, другой рукой нарезаю, хожу при этом на дорожке, и я все, получается, успеваю и то, и то делать. У меня сейчас кайф. Я алкогольную зависимость вытеснил играми. Мне под вечер, если становится грустно, я вот запускаю God of War, Ведьмак. Ну, типа Человек-паук со всеми DLC, Майлз Моралес, Человек-паук, и Человек-паук 2. Все на 100% со всеми ачивками все выполнил за несколько месяцев. Ну, короче, кайф. Хогвартс, Легаси, там, игры. Ну, конечно, компьютерные игры мне помогают не бухать. Последний вопрос, который касается как раз личной истории. Можешь не отвечать, ну, просто безумно интересно. Ведь есть семья, да, есть ребенок. С женой играем. Нормально воспринимать? Смотри, я сейчас... Вот к чему. Как бы была или есть, но, тем не менее, ты работаешь с ним, преодолеваешь там зависимость от алкоголя, но все-таки вот увлечение излишнее приставками не... Учитывая твой плотный график, творчество и прочее. Так я же игры совмещаю. Получается. Нету в семье, проблемы не нарастают из-за теперь вот этой истории. У меня, во-первых, я уехал же далеко-далеко за город, и у меня, типа, офис мой, оно прямо рядом с этим. Ну, то есть, короче, я придумал мега крутые алгоритмы работы, если тебе интересно. Я вот сижу, играю в приставку, смотрю какое-нибудь интервью. Допустим, сейчас вот я делаю разбор интервью Кагарлицкого у Ксении Собчак. Да. Я, типа, делаю, я его отсматриваю, пишу голосовые заметки, перерабатываю их потом, ну, пока играю, записываю голосовые заметки и отслушиваю интервью, да. После этого я эти голосовые заметки преобразую в текст, после этого я с этим текстом еще работаю, ищу вставки, ищу там гэги какие-то, придумываю, преобразую в сценарий, и, в принципе, все мне записаться. То есть, по большей части, я дома все время с семьей, и даже пока я там с дочерью играю, я могу слушать Кагарлицкого. Вот. Ну, я имею в виду не конкретно Кагарлицкого, а то, над чем я работаю сейчас. Или какую-нибудь аудиокнигу, или пока я там бегаю, вечером могу поваляться, почитать. Ну, то есть, как-то так получается, что я успеваю все, я всегда все превращаю в работу. Ну, то есть, допустим, у меня сейчас, у меня Boosty, это мой основной источник дохода, там я вот сделал тренировки, то есть, я поставил камеру, оборудовал на своем тренажерном зале, потому что у меня даже тренажерный зал свой, баня, сауна, все, то есть, тренировки, и тем самым еще и контент создавал. И настолько у тебя лояльно предана аудитория, что им это заходит, а они также тебя продолжают поддерживать. Ну, и кому-то это не заходит, для них рубрика по фактам, Стас Комментатор, остальные. Я постоянно занят производством контента, потому что мне это просто интересно. Вот. Потому что мне нравится смотреть какое-то говно, разобраться в сути, нарезать, сделать такую журналистскую работу и моей аудитории выдать, потому что, ну, по сути, на Boosty, там, на самом базовом уровне подписки, где я разбираю чужой контент, мне платят за то, что самим не смотреть это говно. Ну, интервью Ксении Собчак абсолютно бездарнейшее говно. Я же делаю вставки. Какое именно? Любое. Они, я не веду с точки зрения того, как они сделаны. Там очень много словесного мусора, они не подрезаны на паузах. Я даже, когда вставки, вот я же обсуждаю интервью Ксении Собчак, когда я делаю ее вставки, я за ней демонтирую, вырезая словесный мусор, не теряя сути, и превращаю ее интервью в более смотрибельное. Плюс еще и комментирую, разбираю, где там ложь, где фейки, а где правда матка. И, ну, по сути, да, отчасти за это люди платят. Ну, у меня контент там выходит каждый день. И это не какой-то, типа, я сел, что-то наговорил, хотя такое тоже иногда бывает. Это именно смонтированные, хорошо сделанные ролики. У меня вот два редактора, с которыми мы все это делаем. В основном у нас этот выпуск был посвящен, естественно, персоне Алексея Навального, который включен в список экстремистов-террористов. Он скончался. Легенда, спасибо за детство. Но все равно, знаешь, смотреть его ролики мне даже сейчас приятно. Они классно сделаны, они интересные. И там даже какие-то, даже монтажные фишки есть. И ты такой, блин, ну, есть в них талант. Обычно ты ведь знаешь, да, мы просим какой-то в конце программы посыл нашей аудитории, да, от гостя. Сейчас, очень надеюсь, что ты согласишься, вот есть аудитория Навального или, называй ее как угодно, либеральная. И тебя она тоже определяет как человека, которого можно где-то найти. Как либерала внезапно. Вот. Скажи что-нибудь, все-таки люди сейчас находятся в состоянии эмоционального эффекта и очень часто именно в этом состоянии, да, под воздействием эмоций, они очень часто, ну, собственно, могут получить ту информацию, которая в других ситуациях до них не дойдет. Пожалуйста, тебе слово вот в эту камеру. Ну, слушайте, друзья, если вы чувствуете сильный эмоциональный триггер, кто-то кого-то убили, где-то что-то произошло, не стоит на этот триггер вестись. Вот. За день до смерти Навального в Белгороде сколько людей погибло. И что-то по поводу них никто не кричит, а ведь это люди, которым еще там и дети были, там целая жизнь у людей впереди была. Так что не стоит вестись на эмоциональный триггер. Мир жесток, но самое главное, что я понял, так это то, что ни один человек на планете на самом деле не знает, как жить, как правильно. Это не написано ни в каких правилах. Никто не понимает жизнь и абсолютно все вот вокруг нас. Мы сами формируем свою точку зрения на те или иные вещи. Единственное, кого я вам рекомендую сторониться, это все знающие интеллектуалы, потому что главный грех, я считаю, нашего поколения, а может быть и предыдущих, это поверхностность. У нас человек, который чуть-чуть там в чем-то разобрался, думает, что он теперь специалист по всем вопросам и речь не о пресловутом эффекте Даннинга-Крюгера, просто знаете, что можно делать какие-то выгоды, выводы досконально, выгоды, а дескай он главный коммунист на ютубе, а только досконально разобравшись в ситуации. Не стоит быть поверхностным и не ведитесь, вами просто управляют. Вы никому ничего не должны, вы не должны ни с кем драться и спорить ни за Навального, ни за Путина, ни за какие-то другие идеи. Просто живите в кайф и не берите на себя многого. Вот я так считаю. Это... Бля, все еще скажут, он сказал, не раскачивать лодку. Нет, вы можете, можете быть радикальным представителем какой-то идеи. Это мы вырежем. Это был Стас Васильев на Метаметрике, у нас есть своя редакционная политика, мы не стесняемся этого. Спасибо тебе огромное, это был специальный выпуск, подписывайтесь на все ресурсы Стаса Васильева, Стаса Акапросто, мы, естественно, все ссылки укажем в описании под роликом. Подписывайтесь, помните, мир меняется, но мы остаемся собой. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok